Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговые идеи от компании Тикмилл и сам я Артур Изятур. Конец недели выдался положительным для доллара. Сегодня мы видим укрепление американской валюты, точнее индекса доллара на более чем 0,2%. Укрепляется он сегодня против основных валют. Происходит это благодаря небольшой распродаже в рисковых активах. Мы видим сегодня, что по фьючерсам на американские фондовые индексы сегодня негативная динамика. Не очень хорошо сегодня начали пятницу европейские индексы, они были в минусе, но сейчас в небольшой плюс выбрались. Небольшая умеренная коррекция была. В целом сдержать повышение сегодня сможет отчет от университета Мичиган. Институт рассчитывает каждый месяц потребительские настроения, инфляционные ожидания и так далее. Этот отчет у нас выйдет сегодня, получается, в 6 по Москве. Ожидается, что чуть лучше будет, получается, индекс увеличится до 80,8%. В прошлом месяце было 79%. Для справки, у нас нормальный индекс потребительских ожиданий, это примерно 100 пунктов. То есть, значительное потрясение испытал потребитель, судя по данному индексу, в первом квартале. И вот ожидается, что незначительное вырастет. Но на самом деле есть предпосылки ожидать, что будет улучшение получше. Это как-то, ну, будет какая-то заявка в пользу повышения аппетита к риску. И, собственно, для этого давайте разберем, какие есть предпосылки. В целом, в целом, это у нас новостной фон по США. Значит, на этой неделе у нас появилась, во-первых, в четверг новость, что глава демократов в плате представителей Нэнси Пэлэси, она прояснила нам сроки по фискальным стимулам, вот этот гигантский пакет мер поддержки в 2 триллиона долларов, которые демократы, которые администрация Байдена, собственно, готовит. Сообщила Пэлэси, что через две недели она ожидает предложения от администрации Байдена. И, собственно, никаких там особо не будет препятствий у демократов принять этот план, потому что на этой неделе они одобрили, напомню, они одобрили бюджетный план, который предусматривает возможность демократам проголосовать за вот этот гигантский пакет мер, одобрить его путем голосования, где будет хватать простого большинства. То есть обычно в Сенате, чтобы одобрить какой-то пакет мер, нужно 60 голосов, но вот сейчас нашли ладейку демократа, их будет хватать простого большинства, чтобы одобрить этот пакет. И 50 мест в Сенате у демократов есть. Решающее право голоса за вице-президентом демократом Камала Харес, она тоже, получается, будет склонять, ну, ожидаясь, что она будет склонять голосование в пользу, собственно, демократов. Особого движения в рисковых активах я не ожидаю, я говорил уже на этой неделе в нескольких видео, собственно, вот это движение вниз, я не считаю, что у него есть перспектива дальше как-то развиваться, и вот основной аргумент для этого – это новостной фон в США, в котором продолжают преобладать позитивные заголовки. Собственно, во-первых, как я уже заявил, это вот прояснение сроков по стимулу, а во-вторых, у нас появилось два очень важных отчета, которые я с вами хочу разобрать, которые вот указывают на достаточно серьезный потребительский бум в США. Да, значит, во-первых, этот отчет, о котором я говорю, это у нас отчет от Национальной ассоциации риелторов США, выпустили, собственно, вчеранний прогноз по США за февраль, получается, на февраль 2021 года, да, у нас есть вот такой отчет. Собственно, они тут рассчитывают различные показатели, но нас прежде всего будет интересовать продажи домов во третьем и четвертом квартале 2021 года и инфляция цен на жилье. Собственно, за третий и четвертый квартал у нас продажи существующих домов, как мы видим, в третьем квартале их рост составит 13,4%, в четвертом квартале 22,8%. Очень хорошая динамика для, собственно, продаж домов для одной семьи, видим, да, какие, ну, существенные цифры, да, здесь очень серьезный рост у нас происходил в третьем и четвертом квартале. Собственно, по инфляции цен на жилье мы также видим вот такую вот динамику в третьем и четвертом квартале 11,6%, 14,3%. Для справки таких цифр Америка не видела с 1990-х годов. То есть более 30 лет не было вот такой динамики, не было вот такого бума и сейчас, как мы видим, происходит у нас укрепление спроса на рынке жилья в США и, понятное дело, ну, тяжело ожидать, что с потребителем в США что-то не так, когда вот у нас демонстрируется вот такие, вот такой рост цен на жилье. Понятное дело, это не дешевые покупки и, понятное дело, когда ты берешь ипотеку, ты, как бы, ну, рассчитываешь, да, на то, что у тебя будет доход и сможешь как-то оплачивать. И это также нам говорит о хороших потребительских ожиданиях, правильно? Собственно, по остальным кварталам вперед у нас прогноз идет по инфляции, как мы видим, на первый и второй квартал 12,7%, 9,3%. Также у нас по росту продаж тоже существенные цифры ожидается и все это нам говорит о том, что у нас есть потребительский бум и если вы там ожидаете, что где-то за углом экономика США поджидает рецессия, то не тут-то было. Вот, как бы, такую динамику очень тяжело сломить и, понятное дело, у нас есть импульс на рынке жилья потребительский, да, который, в общем, тянет всю экономику вверх. Собственно, этот отчет нам это прекрасно показывает. Значит, следующий отчет, который я бы с вами хотел разобрать, это у нас отчет, который, точнее, отчет, прогноз, который готовит Федеральный резервный банк Нью-Йорк, это подразделение ФРС, которое как раз-таки занимается вот КУЕ, там, количественными смягчениями и так далее, но она вот так же готовит у нас прогнозы. Это прогноз ВВП США на первый квартал и что мы, собственно, видим? У нас этот прогноз, он изменился с недели, оканчивающейся на 29 февраля, было 6,48%, сейчас у нас 6,79%. В целом у нас за январь и за февраль мы видим вот такую динамику, последовательно пересматривается прогноз ВВП на первый квартал вверх, то есть ФРС, по сути, ожидает, что и предполагает, и видит, что есть вот импульс позитивный в экономическом восстановлении, и это все учитывается в прогнозе на ВВП. Что очень важно, почему этот показатель важен, он у нас учитывает все поступающие данные, причем учитывает он, как мы видим, немедленно. Вот у нас как поступает, получается, отчет, который, ну, отдельные показатели, да, получается, экономические, которые могут внести свой вклад в ВВП, они, собственно, учитывают в ВВП по некоторой методологии. Мы видим, что у нас вот поступают вот здесь отчеты, импорт, экспорт, услуг, да, и, как мы видим, раз у нас растет, ожидается, что ВВП будет расти, то у нас вот здесь преобладают положительные изменения именно в отдельных компонентах ВВП. Собственно, еще один важный момент, то, что данный показатель, данный прогноз от ФРС, он у нас обновляется каждую неделю, и поэтому очень важно отслеживать по недельным показателям, и, собственно, вот здесь, как я уже сказал, мы видим продолжающуюся, вот здесь была небольшая пауза, да, вот в позитивной тенденции сейчас, как бы эта позитивная тенденция, она возобновилась, у нас последовательно прогноз по ВВП США от ФРС, он у нас пересматривается вверх. Ну и самый главный фактор поддержки, напомню, у нас в среду выступал Пауэл, он у нас разговаривал с инвесторами о рынке труда, описывал он рынок труда прежде всего пессимистичными формулировками, ну и, собственно, вишенкой на торте у нас было повторение фразы о том, что даже не задумывается сейчас ФРС о повышении ставок, и следует иметь в виду вот такой вот очень важный момент. У нас, когда все было плохо, вот буквально месяц назад, ФРС говорил, что будет держать ставки около нуля, сейчас, когда мы видим, да, у нас позитивные изменения в прогнозах происходят, есть у нас экономическое восстановление, у нас ФРС продолжает говорить, что будут низкие ставки. Собственно, вот когда у нас вот эти две динамики совмещаются, когда у нас идет постановление, ФРС, грубо говоря, дает заднюю, да, если можно так выразиться, и настаивает на том, что нужно терпеть перед повышением ставок, это определенный, это однозначно стимулирующий фактор для рынка, потому что есть гарантии поддержки от ФРС стимулирующей, и с другой стороны мы видим восстанавливающийся импульс, импульс восстановления в экономике, да, который вот прослеживается в данных отдельно по ОВП, по рынку недвижимости. И вот в сочетании, да, вот эта синергия, она имеет стимулирующий фактор для рынка, это нужно вот прекрасно понимать. Также, также вот еще стоит заметить, что у нас стимулирующую обстановку поддерживают и другие центральные банки, вот можно отметить, что вчера у нас получается центральный банк Мексики, мы видим, да, он у нас, вот, что такое, вот, короче, 4,25% ставка была, понизил он банк Мексики, процентная ставка до 4%. Центральный банк России также, да, у нас сегодня ставил ставку на прежнем уровне, там, понятное дело, напряженная санкционная обстановка, она вообще не позволяет говорить о повышении ставок, и наоборот, там даже риски появляются о возможности понижения ставки, какой-то стимулирующих мер. Собственно, другие центральные банки, мы видим, у нас также продолжают поддерживать стимулирующую политику, это также вот в пользу роста фондовых рынков говорит. Также на этой неделе я с вами обсуждал следующий показатель, точнее, индекс на рынке, значит, это у нас индекс, который включает все акции, мировой, индекс мировых акций, будем так говорить, значит, он у нас включает акции 49 стран, и что вот нужно отметить, у нас на этой неделе индекс обновил вот здесь максимум, как мы можем видеть, он достиг у нас нового исторического максимума, это нам говорит о том, что целый инвестор позитивно относится, в общем, к фондовым рынкам, да, будем так говорить, к рискам, к доходным активам, у нас продолжает обновлять максимум, но вот нужно заметить, что у нас, вот он остается в зоне перекупленности, вот здесь, значительный, и из-за этого, да, именно чисто вот из этого технического фактора, то, что по RSI несущественная перекупленность, выше 80 пунктов у нас находится сейчас, а значение RSI, я как бы наставил о том, что должна быть какая-то коррекция техническая, но это будет такой недолгий приходящий шок, потому что в целом, в целом, как я уже сказал, у нас есть позитивный новостной фон по США, мы разобрали с вами отдельные отчеты, крупная экономика у нас, хороший знаменок, собственно, показывает это, говорит, в пользу роста рынков, поэтому технически, если рассматривать рынок, да, будет какая-то небольшая коррекция в целом по доходным активам, по акциям в целом, да, по миру, но не стоит ожидать, что это будет какое-то затяжное снижение, по крайней мере, это вот мой взгляд на рынок, я как бы ориентируюсь на фундаментал, я смотрю на отдельные рынки по США, потребительские, как они развиваются, и там пока позитивная, как видим, очень устойчивая, позитивная динамика, собственно. На следующей неделе у нас в понедельник, я напомню, США выходной, Китай празднует лунный год, поэтому как бы ожидаем спокойную, размеренную торговлю в начале следующей недели без резких движений. Собственно, на этом я завершаю свой обзор, если вы остались какие-то вопросы или комментарии, можете задать их под видео. Если вам понравилось это видео, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. На этом я завершаю свой обзор, всего доброго, торгуйте в год.